Судебные приставы подытоживают год. Примерно 30% всех долгов в регионе это административные штрафы. Еще 15% не выплаты за ЖКХ. Столько же кредиторская задолженность. 5% алименты, только на них 1 миллиард рублей долгов. Суммы огромные. На исполнение Федеральной службы судебных приставов по итогам 11 месяцев текущего года находилось более 506 тысяч исполнительных производств. Возбуждено более 360. Сейчас на остатке остается 126 тысяч исполнительных производств, с которыми мы будем заканчивать год. В связке с приставами работают омбудсмены. К уполномоченным правам человека в регионе с жалобами на службу и на ситуацию с долгами в целом за год обратились больше 60 человек. Некоторые случаи действительно вопиющие. Вот женщина, она инвалид первой группы. У нее есть решение судебное по элементным обязательствам. И она эти элементные обязательства считает, что она должна выполнять. Она ничего против этого не имеет. Но она жила с мужем, разошлись, он ушел. Остался большой долг по коммуналке. И на коммуналку на нее тоже есть решение суда выложить. И вот, вы представляете, 50% снимают и 50%. Она звонит и говорит, а на что мне жить? Она выйти из дома не может. Вопрос со списанием средств с карт будет решен на федеральном уровне. Остальные методы борьбы с неплательщиками, ограничение права управления транспортным средством или отказ в выезде за границу Наталья Ковалева считает логичными и вполне гуманными. Особенно если речь о долгах по элементам. Такие моменты я встречаю, когда ребенок вырастает, когда ему ничего не платили, и вдруг конституционное право заболевает. И в конституционное право есть, что, значит, ребенок, пусть старший уже должен заботиться о своих престарелых родителях, больных родителях, в первую очередь. И начинают предъявлять требования, находят сразу же своего ребенка, уже взрослого, и к нему предъявляют требования. Алименты головная боль и детского омбудсмена Татьяны Океанской. К ней за год обратились по этому поводу больше сотни мам с детьми. На федеральный уровень уполномоченные предлагают вывести вопрос о так называемых безвестно отсутствующих, лицах которых не могут найти приставы, а значит, не могут они с них и получить долги. Таких в области немало. Пока информации, которые поступают только от приставов, которые тоже имеют полномочия по розыску людей, этой информации для судов недостаточно. И приставы должны предоставить информацию, что они не нашли этого человека. Но для суда очень важно получить информацию и из полиции. А что значит суд отказал? Это значит, затягивается время, это значит, нужно обращаться в полицию, а еще год будет полиция искать этого человека. Работы у службы судебных приставов невероятно много, отмечают омбудсмены. Поэтому пора позаботиться и об их правах. Заработные платы этих людей в погонах кратно ниже, чем у других представителей госслужб. Вопрос о повышении статуса и престижа профессии обсудят в ближайшее время на совещании в Москве, куда и отправится главный судебный пристав региона Наталья Тяпкина. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.